МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Васвятая служба информации Толерадоя компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуску. Призвание допомогать людям. Сегодня свое свято означают работники социальной обороны. Доброченный визит. Архиепископ Гомельский и Жлобинский Степан сегодня наведал центральную городскую детячую поликлинику в Гомеле. Кубок Феникса в Гомеле проходит полуфинальный этап открытого турнира по баскетболе в сирот девчат 2004 года народжения. А сейчас об этом и иншим больше подробязно. Сегодня означается День работников социальной обороны. Для Беларуси все летнее свято особенное. Вспауняется ровно 100 год с дня утварения в нашей краине системы органов по праце и социальной обороне. На Гомельщине в этой сфере працуют больше за 5000 человек. Они занимаются питаниями пенсийного обеспечения, потребности ветеранов и инвалидов. Абтых, кто обрал профессию допомогать людям, материал Дмитрия Котова. Алла Мяженникова працуя социальным работникам уже 20 годов. Уведь в этот час она оказывает допомогу одиноко проживающим пенсионерам у агрогородку Поколюбичи. Зараз на ее обслуговании находится 6 человек. Здравствуйте, Елена Ивановна. Здравствуйте. Ну как ваши дела? Как ваше здоровье? Нормально. Нормально. Для Алены Трушкиной головные помощники у боротьбе за динутой – попугай Кеша и кошка Катя. Аля ничто не заменять душевную размолу с социальным работником Аллой Мяженниковой. Приход якой за все-таки радостная падея. Графики наведывания подопечных – территориальный центр социального обслугования насельниц Тво Гомельского района складая каждый месяц. За день у середним отрымливается наведать трех человек. Усе залежит от задач, які стоять перед социальным работником. Одним необходно принести продукты, альбомы, медикаменты. І іншим приготовать ежу, ті да помагши з уборкой у домі. Работала в колхозе бывшем, ну, Ленина, в мережтемной лабораторії, пока она не закрылась. Когда закрыли, стала на биржу труда. Мне предложили сюда идти попробовать поработать социальным работником. Ну, я пришла, попробовала, понравилось. Ухаживать за пожилыми людьми, помогать им, делать добро. Так и осталось, вот, 20 лет уже и работаю. Дом-интернат Васильюка – место, где знаходящий постоянный альботчасовый притулок пожилые люди и инвалиды. Установа была открыта 13 годов тому. Зараз это шматфункциональный комплекс, у яким усе зроблено для комфортного проживания. Мне 82 уже, вот, будет. То, что именно мне надо. Спокойно, быть отличным. У доме-интернате Васильюка проживают 140 человек. Больше, как 70 работников социальной установы, что дзённо проявляют до их свой клопот и увагу. А житявляется медицинская допомога, денежуть гуртки по интересах, проходять концерты. До речи, те, кто трапил у дом-интернат, не одарваны и от внешнего мира. Выход у интернет дозволяет быть на связи со своими знакомыми, а экскурсии по территории Беларуси познавать новые месцы. Ребята общаются со всем миром. Вот у нас есть парень, у которого сестра живёт в Израиле. Он с ней общается через Вайбер, через одноклассников. Есть ребята, которые ушли из нашего учреждения в дом семейного типа Дом Доминика в Речицу. Вот они тоже по скайпу общаются с ними. То есть, в общем-то, возможностей очень много. И вот их обучают в этом классе, их обучают в работе на компьютере, чтобы пользовались интернетом, могли пользоваться. У регионе зараз денежусь 25 центров территориального обслугования насельництва, Гомельский городский центр обслугования семьи и детей, а так само 14 домов-интернатов. При этом система социальной обороны постоянно удосконаливается, что год укороняются новые формы работы. Интересная форма работы, которая сейчас прорабатывается, это дома совместного проживания, дома зимовки. Когда люди в период зимний собираются, ну, один, два, вернее, два-три человека собираются в одном доме на период зимы. И проще оказывать им услуги, и им гораздо интереснее времяпровождение. На Гомельшине у сферы социальной обороны насельництва працуют больше за 5 тысяч человек. Это люди не обыяковые до чужой бяды, с жаданием працовать на корысть громадства и робить добро. На Урате есть то есть иншая сфера деянности, где милосердность и спочувание мели по такую значную роль, как у социальной работе. Основной целью работы социального работника стоит это служение людям. И здесь случайных людей не бывает. Это люди, которые обладают добротой, чувством сострадания, теплотой, и готовы делиться этими чувствами. Я в канун праздника хочу поздравить всех своих коллег, пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи, финансовой стабильности и независимости. Ну и главное – уверенности в завтрашнем дне. Дмитрий Котов, Александр Харлампов, телерадио «Компания Гомель». Напереды Днеправославного горожства Христова архиепископ Гомельский Жлобинский Стяфан с добраченным визитом наведал Центральную городскую детячую поликлинику у Гомели. Владыка сустрелся с керавництвами персоналом установы, повиншовал усих с надыходящим святом. Не обойшлось без подарунков. С подробностями Евгения Кухаронак. Гомельская Центральная городская детячая поликлиника – самая буйная у областных центров. На медицинском обслуговании тут знаходятся 19 тысяч детей. У всех это же хоры ближайших микрорайонов. Получается установа так само и своим отделением медицинской реабилитации и физиотерапии. Оно в своем роде уникальное. И поэтому не только дети данной поликлиники получают здесь реабилитацию. Все 110 тысяч детского населения Гомеля и Гомельского района. Штат отделения – 28 медиков. Працекабинета лечебной физкультуры расписана по ходинах. Ведутся как индивидуальные занятки, так и групповые. Кожный день урачи-реабилитологи принимают не меньше за 20 детей. В основном это дети с патологиями нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Так как сейчас зима, конечно, у всех детей частое респираторное заболевание – это бронхиты, пневмонии. Проводим здесь занятия с дыхательной гимнастикой, которая очень эффективна при этой патологии. Школа позвоночника у нас работает для детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, в частности сколиоза, плосковальгусные стопы. Доброченный визит архиепископа Гумельского и Жлобинского Стяфана чекали с нетерпением. Суперационное поликлинике из епархии ведется на протягу некоторых годов. Сустречено перед днем свято и даже без нагоды стали уже традицией. Встречаюсь здесь всегда с чистой душой, с открытым сердцем. И приятно сюда приходить, и не только в праздничные дни, но и в любое время, возможно, прийти, пообщаться с детьми, с коллективом. И это приносит радость и как мне, и так и окружающим людям. А то, что мы должны с вами и обязаны творить добро, так к этому нас призывает сам Господь и призывает нас. И апостол Яков говорит нам, что вера без добрых дел мертва есть. Спешите делать добро. До надыходящего свято Рожтва Христова Гомельская епархия подаровала поликлинице специнвентар для кабинета реабилитации. Тренажер долго чеканы. Поправлять здоровье на им смогут дети с захворываниями сердечно-сосудистой системы и те, кому для выздоровления необходны нагрузки на мышцы. А кроме того, улику подарунков – спортивный и массажный инвентар. Мы очень благодарны. Это был тот подарок, о котором, конечно же, наше отделение реабилитации очень мечтал. Спасибо большое. Мы надеемся, что он будет задействован на 150%, даже выше, благодарны. Будем с надеждой верить, что и дальнейшее наше сотрудничество будет в таком же ключе. Без уваги не застались и маленькие пациенты, которые подчас визиту шановных гостей находились в поликлинице. Для их были подрихтованы солодкие подарунки. Евгений Кухаронак, Павел Антонов, телерадо «Компания Гомель». Великая компания «Сябро» с подарунками завитала до выхованцев Гомельского детячего дома. Сирот гостей – активисты Советской районной организации «Белой Руси», а так само выхованцы областного дома навученцев и работников установ профессийной адукации. Юные артысты подрихтовали для шахаров детячего дома захопляючее новогоднее представление. Приходы Деда Мороза, Снягурки и инших казочных персонажей были наполнены песнями и танцами. Для дома же не обойшлось без подарунков. До речи, их выхованцы дома навученцев и работников установ профессийной адукации робили своими руками. Хочется каждому ребенку, не только в Новые годы, наверное, по жизни. Хочется тепла, хочется заботы, хочется внимания. Здесь, безусловно, они этим не обделены. Но я хочу в рамках акции «Наши дети», которые сегодня шествуют в Республике Беларусь, чтобы как можно больше взрослых людей, которые могут поделиться теплотой своего сердца, принести подарки какие-то детям, да и просто посетить детей. Для них это будет праздник. Республиканское общественное объединение «Беларусь» всегда там, где вот эта забота, внимание нужны. И мы сегодня здесь. И с подарками, и с хорошим настроением. У Беларуси первого студеня почал працевать обновленный податковый кодекс. Змены унесли як для юридичных особ и индивидуальных предпринимальников, так и для физичных особ. У нововведениях разбиралась Марина Джалая. По-перше, для физичных особ изменился опошный термин подачи податковой декларации по подоходным податку. Если раньше это нужно было сделать до первого соковика, то сейчас до 31-го – включено. Одночасово изменился и термин выплаты подоходного податку. С 15 мая на 1-е червеня года, який идёт за справоздачным. Сгодно новому кодексу, физичные особы смогут представлять податковой декларации на паперовом носьбете у любую податковую инспекцию, незалежно от места регистрации. Ранее это можно было сделать только по месту жихарства. С 2019 года так само повеличены по мер доходу, який может быть отрыманы физичной особой у выглядя подарунков, призов и іншого. Больше выгодно стало и сдавать жилье-аренду. Физособы, которые сдают жилые помешкания и машины-месы, зараз обовязаны выплатывать только податок по фиксованных ставках, без доплат за то, что отрымали больше вызначенной суммы. Так само у Беларуси дозволили выплатывать податки за терминовкой платежа альбо урастерминовку. Организации и ИП могут различивать на такие послабления у тым выпадку, коли у них тяжкая финансовая становища, а физичные особы, заходящие с их майомостного становища, або усувязи с сознаходжением у тяжкой житевой ситуации. Головная умова для физичных особ, объекты податка обкладания не повинны быть связаны за житяулением предпринимательской деяности. С этого года индивидуальные предприниматели могут выбрать оптимальную для себя систему налогоблажения. То есть любой из трех. Либо это поддоходный налог при применении общей установленной системы налогоблажения, либо единый налог, либо применять упрощенную систему налогоблажения. Если ранее индивидуальные предприниматели выполняли определенные виды услуг и должны были уплачивать только единый налог, то с этого года они могут применять любую систему налогоблажения. Ну, например, если индивидуальный предприниматель решил применять упрощенную систему налогоблажения, то он должен подать уведомление в налоговый орган по месту регистрации и указать вид деятельности, по которому он будет применять упрощенную систему налогоблажения. Но он должен это сделать до 31 января 2019 года. Кроме того, индивидуальным предпринимателям, уплачивающим налог на добавленную стоимость, предоставлено право самостоятельно решать, как он будет уплачивать НДС, либо по оплате, либо по отгрузке. Есть и еще шмат нововведения. Подробязно за обновленным кодексом можно ознайомиться на сайте Министерства по податках и сборах Республики Беларусь. Марина Джалая, телерадио, компания «Гомель». Замежные граждане, которые проезжают в нашу страну, сейчас могут зарегистрироваться в интернете. Сделать это можно на одном портале электронных послуг. В категории гражданства и миграции нужно выбрать ответную послугу и заполнить заяву. Администрационная процедура бесплатная. Идуть морозы. До минус 13 градусов чекается у Беларуси накалядные выходные. Территорию Гомельской в области Ужона крыло снегопадом. На дорогах – гололюдица. У Сочельнику регионе чекается воблачное с прояснениями на дворье, ночью и ранницей на большей части территории. Днем месяцами пройдет короткочасовый снег. На особных участках дорог – гололюдица. Ветер полночна в сходне – умерены. Температура поветра в день будет вагаться от минус 4 до минус 10 градусов. Ночью при прояснениях – до минус 12. Семога студене истотных опадков не прогнозуется. Макчима ночью ранится. И в особных районах пройдет невеликий снег. На дорогах местами – гололюдица. Ветер полночный – неустойливый слабый. Температура поветра ночью снизится до минус 14. При прояснениях чекается минус 15-17. Максимальная днем – 10-13 градусов ниже за нуль. Больше 9,5 тысяч человек звернулася во установы аховы здоровья краины с гололедными и холодовыми травмами. Статистика за первый зимовый месяц. Большисти тримали допомогу амбулаторно. Каля тысячи – шпитализована. У травмпункт 1-й Гомельской городской больницы за допомогой звернулося больше, как 130 ахвяр зимового гололеда. Шесть из них потерпели за первые дни Нового года. В основном люди поступают с травмами конечностей, ударами и растяжениями. В основном мелкие травмы, то есть повреждения связочного аппарата голеностопного сустава, стопы, коленного сустава. При получении травмы лучше в ближайшее время обратиться в травмпункт или поликлинику по месту жительства в ближайшее время для получения лечения необходимого. Урачи дают рекомендации, в иконании каких-то поможет подбегнуть падение и тяжких травмов у гололедицу. Обутоки оденния повинны отповедать надворью. Просовываться на слизким тротуары треба повольно, короткими кроками. Коли отчули, что губляет равновагу, лучше присесть, чтобы поменьшить высшую падение. При этом нельзя выставлять у боки руки и ноги. В этом случае они принимают на себе усилу удару. Л лучше сгруповаться, а падать на бок, чтобы избегнуть падение на спину и удар по тылицей. Другое жить старым музычным инструментом Доры Джихар Ветковского района. Емельян Бабко узбирая гармоники и неколи несправные раритеты снова учать. У коллекционера уже около 30 реанимованных инструментов, как заводских, так и аутерских. Некоторые отцветковали полутора вековый юбилей и были героями легендарной программы «Грай гармоник». С незвычайным музыкантом познайомилися наши корреспонденты. А чё, мех надо? Воздуха нема. А так она вся исправная. Гэтому гармонику боль за 60 годов. И он стал другим музычным набытцем Емельяна Бабкова. Тому зараз один из самых дорогих сердцу инструментов. Усяго на столажах 83-годового музыканта каля 30 раритетов. Некоторым экспонатам прикладно полторы сотни годов. У кожного своя гистория. И не завсюду веселая. Одни были выкуплены, иншие отдадены удары. Третья подобраны на сметнику. Кожному Емельян Бабку надал другое гучанье. Адреставровал, дадал необходные элементы. И гармоник знов загучал. Раньше мы носили лап, в цеглиной мазали плетей. Хоть носили самотканье, но спевали каждый день. У репертуары больше, как 80 песен и припевок. В уголе увез Цехальч, и он мясовая знакомительность. Колись ци его музыку выдавали на дисках, а выканание сдымали для легендарной советской программы «Грай гармоник любимый». За пошние 30 годов назапасилася великая кипа дипломов с фестиваля и конкурсов. Сегодня, каже, народный инструмент стали забывать. Тому он и подбирает старые гармоники. До приклада, на реставрацию этого пойдет вся зима. Но умели скажи, оно того варто. Это, знаете, что? Это таблетка от любых болезней. О, это питание души человечей, гармошка. Я вот так, как мне было тяжело. Я вот так утомлюсь. Кажется, руки уже не работают. Я только почув мелодию сразу, как будто все, эта самая усталость отходят. Даже же ни одной ноты Емельян Бабков не ведая. У музычной справе – самовучка. У першыню растягнул мяхи у шесть годов. А каб зарабить на перший гармоник, пасля шостого класса кину в школу и стал працавать у Калгасе. Зараз самая великая мара музыканта – створить уродную вёсцы ансамбль. Каб гуки гармоника гучали у Акрузе, гэтак же, як и 70 годов тому. Инструменту, каже, копить на усих. Ганна Ковалёва, Вольга Коновалова, телерадиокампания «Гомель» при патринце агентства «Теленовин». И об спорте. У «Гомель» проходит полфинальный этап открытого турниру по баскетболе «Кубок Феникса» «Серот девчат» 2004 года народжения. Баскетболисткам «Гомельского областного центра Олимпийского резерва» по гульнявых видах спорту супредстоят одногодки с Россией и Латвией. 66 команд, 22 тура, 4 взрослые категории. «Кубок Феникса» за прошлые годы набрал великую популярность. Организатор турниру Сергей Малоу живел в Санкт-Петербурге, однако родом и он с «Гомеля». И тому не выпадково «Кубок Феникса» пришел в Беларусь минавито прознаш областный центр. В планах поширить колькость удельников с поборництва в темлику из-за кошты инших беларусских регионов. «В этом году мы шагнули в Беларусь и очень рады. Видим радушный прием «Гомеля» и планируем развивать наши турниры в Речице, в «Гомеле» снова и увеличивать количество беларусских команд. Почему? Потому что Беларусь всегда для нас является интересными командами и для наших игроков посмотреть ваш интересный беларусский баскетбол со своей особенностью. Ну и разумеется, чтобы девочки, мальчишки в будущем, как мы планируем, подружились между собой, потому что товарищеские турниры всегда предполагают атмосферу праздника, атмосферу доброжелательности и атмосферу нормальной спортивной конкуренции. Супрад стоять гомельчанкам на домашнем этапе – одногодки из российских городов и Рыги. Выниковое место турниру команды разыграют 6-го студене на арене Палаца гульнявых видов спорта. Финальный этап Кубка Феникса пройдет весной у латвийской Юрмале. Это и так само и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvergomil.by. На этом выпуск завершенный. Дякую за увагу и добрых вам выходных день.